Приветствую друзья на моем канале. В этом видео продолжим говорить о Angular и Dependency Injection. И это уже третий видео урок, в котором я буду рассматривать различные виды провайдов. Что мы можем написать в секции Provide в модуле Angular. Так что приступим. Здесь я вынес список того, что будет в этом уроке. Можно поставить на паузу, просмотреть по-быстрому. Я не буду тратить на это время, а сразу приступлю к делу. Для этого урока понадобится чистый Angular. Это у меня чистый Angular. И в нем я буду вот это вот накидывать. Но показывать я это не буду. Предлагаю вам самостоятельно это все набивать своими ручками. Чтобы было больше практики. Я создаю сервис. Вот он тут полностью на скриншоте виден. Данный сервис имеет декоратор Injectable. И имеет один метод, который принимает строку. В локальную переменную, в параметры MSG. И кидает его в консоль лог. То есть получается у меня есть некоторый логер сервис. Который пишет в консоль лог. Все очевидно. Нам нужно его зарегистрировать в ng-модуле. Чтобы мы могли им пользоваться. Чтобы мы могли внедрять его в наши компоненты. Либо в другие сервисы и прочее. Для этого отправился я в App-модуль. И в секцию Providers я добавил логер сервис. Как видите все довольно просто. Написал имя этого сервиса. И в секции Provider. И после этого пошел в компонент. И подключил его в конструкторе. Написал имя параметра. В который я хочу получить логер сервис. Написал тип данных. Из которого я хочу получить вот этот инстанс. И дальше им воспользовался сразу же в конструкторе. И как видите внизу я вывел результат работы консоли. То есть с этим все понятно. Это все довольно просто. Мы кажется во втором видео уроке. Подобную схему рассматривали. Теперь давайте посмотрим. Как еще можно было записать. Вот этот вот кусочек. В секции Provider. Можно было передать не имя сервиса. А передать объектик. Объектик. В котором один из параметров был бы Provide. И там бы мы передали имя нашего сервиса. То есть тип данных нашего сервиса. И сказали бы, что использую класс. И передали бы вот этот тип данных в Use Class. Таким образом мы получаем две идентичные записи. Казалось бы абсурдно. Зачем правая сторона. Но по факту всякий раз когда мы пишем левую. Она конвертируется в правую сторону. Для нас удобнее писать то что слева. Ну а бывают ситуации когда этого недостаточно. И мы такие ситуации рассмотрим. То есть запомнили. Зафиксировали. Идем дальше. Создадим еще один сервис. И назовем его там ну крутой логер сервис. Бета логер сервис. И наследуемся от старого логер сервиса. Скажем что мы будем вызывать родительский метод инфо. Через супер. Если вы не знаете как работает наследование в TypeScript. Можете погуглить. Либо посмотреть видео на моем канале по TypeScript. Там скорее всего на моем канале уже есть такое видео. МСГ я хочу обрамить такими черточками. По 4 минуса слева. По 4 минуса справа. И вот у меня есть бета логер. И мне хочется как бы то его тоже внедрить. Однако внедрить не на место. Бета логера. На место старого логера. Чтобы все мое приложение. Начало работать уже с новым логером. При этом старый логер. Как бы то типа существовал. Но только как точка. То есть как тип данных. Которые мы внедряем. Вот таким вот образом. В секции провайдерс. Я говорю. Провайди логер сервис. Но возвращай пожалуйста бета логер сервис. Вместо логер сервиса. И вы внизу можете увидеть. Что получилось у меня в консоли. Там написано. Ну 4 минуса. Подписался на мой канал. И еще 4 минуса. Так что. Таким образом. Мы можем подменять. Существующие сервисы. В системе. Что в данном случае произошло. В инжектор провайдере. Или в нашем IOC контейнере. Смотри прошлые уроки. Чтобы понять что это такое. Был добавлен конфиг. И всякий раз. Когда попросят логер сервис. Попросят заинжекить логер сервис. По этому конфигу написано. Верни бета логер сервис. То есть нужно другой сервис возвращать. Компонент попросил логер сервис. Но в результате получил бета логер сервис. Согласно нашей конфигурации. Придумай какие-нибудь варианты. Где бы ты мог использовать это. В своем проекте. И напиши в комментарии. А я посмотрю. Может смогу что-то. Интересно рассказать из своего опыта. Пообщаемся в комментарии. До встречи там. А я продолжаю. Модифицируем немножечко бета логер. Добавим в него конструктор. И скажем что. В всякий раз когда создается новый инстанс бета логера. Он должен немножечко сыпануть в инфу. Написать что этот сервис был создан. То есть сообщить всему миру о том что кто-то создал его. Это нам нужно для следующего эксперимента. Ну как будто представим себе что конструктор что-то делает у нас. Зарегистрируем сам бета логер отдельно от логера. И пойдем к нам в компонент. И внедрим сначала логер сервис. А потом бета логер сервис. Что в этом случае произойдет. Если вернуться назад. То бета логер сервис регистрирует сам себя. А вместо логер сервиса должен вернуться бета логер сервис. Идем дальше. Смотрим что у нас произойдет. У нас будет создано два инстанса улучшенного логера. И потом каждый из них будет работать собственно как мы ожидаем. Работает улучшенный логер. Почему два объекта создалось. Все очень просто. Потому что мы написали use class. А значит мы сказали контейнеру. Всякий раз когда попросят новый логер. То используй конструктор чтобы создать новый класс. А вот мы можем теперь это заменить. Вы видите это на экране. Заменить описание. Вот это вот провайдер наш. Заменить use class на use existing. И в этом случае мы говорим. Дорогой наш контейнер. Если у тебя уже есть созданный экземпляр моего улучшенного логера. То будь добр дай мне его. Не надо мне создавать новый. И вот в этом случае у нас теперь не создается два инстанса. А один инстанс шарится между двумя инъекциями так сказать. Где бы это могло быть полезно. Почему с одной стороны нам хорошо когда создается новый инстанс. А с другой стороны плохо. Я предлагаю написать тебе это в комментарии. А я так вкратце. В случае если нам что-то общее нужно. Шарить. Как бы то общее состояние между компонентами. То конечно лучше писать use existing. А если нам надо каждому компоненту иметь свое состояние. То в этом случае лучше так не делать. Так что приведи примеры. В каких случаях это было бы полезно. Дальше мы можем заглушить бета логер сервис. Оба логера в этом случае не будут писать в консоль. Мы тут напишем что мы провайдим вместо нашего замечательного улучшенного логера. Валера. Use value. То есть мы вернем этот литерал объекта. В котором есть свойство info. В котором мы передали анонимную функцию. Ну то есть стрелочную функцию. С той же сигнатурой. Смотрите. Angular нас никак не заставляет под улучшенный логер регистрировать именно то что связано с этим улучшенным логером. Однако исходя из здравого смысла. Из solid принципов. Мы должны максимально соответствовать интерфейсу. Который был в оригинале. Иначе тот кто получает нашу вот эту зависимость. Может попросту сломаться. То есть не было бы метода info. А кто-то думает что он там есть. Потому что в улучшенном логере он есть. Я прошу улучшенный логер. Какие основания что его там может не быть. То есть имейте ввиду что. Те типизации которые есть. Их легко можно нарушить. Легко можно поломать. С одной стороны это круто. Потому что мы можем создать вот такой вот объект заглушку. И нам не нужен отдельный класс для этого. Что было бы необходимо например в PHP. Либо в Java. С другой стороны мы всегда рискуем. Как обходить вот такие вот хитрые моменты. Как усилить типизацию. Ну возможно я расскажу в следующих уроках. У меня есть на это идеи. О них я расскажу. В следующих уроках. Но не в этих. И так. Почему оба логера не будут писать в консоль. Потому что мы так сказать переопределили наш улучшенный логер. Написали что он должен возвращать ничего по факту. Ну то есть при вызове инфа он ничего не делает. А вместо обычного логера мы попросили наш улучшенный логер. Вот все в принципе очевидно. Я думаю вам должно быть это понятно. Четвертый кейс. Мы хотим соблюсти наш солид принцип. Во всех языках программирования. Таких вот развитых объектно-ориентированных. Можно внедрять интерфейс. А где-то в конфигурации. В нашем контейнере сказать. Вместо этого интерфейса. Пожалуйста внедри там. Такую-то. Такую-то реализацию. И вот это все работает. Все замечательно. Но с TypeScript у нас есть некоторые отличия. JavaScript не поддерживает интерфейсы от слова вообще. То есть интерфейсы будут удалены после компиляции. Соответственно мы не можем внедрять интерфейсы. То есть это невозможно. В принципе потому что внедрением уже занимается непосредственно JavaScript. TypeScript помогает нам писать хороший код по факту. Так что для этого нам приходится делать обходной маневр. Называется этот маневр Injection Token. То есть некоторый объект. Который указывает какой тип данных мы в нем ожидаем. Вот тут я указал page.config. Вот он наш page.config. Я хочу некоторый интерфейс page.config с одним property title запровайдить. То есть внедрить его в мой класс. Откуда возьмется там значение. В каком-то модуле будет передано это значение. Вот таким вот образом. Я пишу new Injection Token. И в качестве generic типа передаю сюда этот интерфейс. И фиксирую некоторую строку. Эту строку я использовать не буду. Я подозреваю что это некоторый уникальный ключ. Под которым наш контейнер будет хранить вот эту вот инъекцию. И он будет ее извлекать. Когда мы будем просить внедри нам пожалуйста. То есть эта строка должна быть уникальной. Я на 100% уверен. Однако не могу это гарантировать примером. Так что простите. Вот собственно под такой константой. Под page.config я буду хранить этот токен. В Angular есть несколько уже таких токенов. И большинство пакетов Angular дает нам какие-то токены. На которые мы можем что-то запровадить. Либо что-то внедрить к себе в классы. Это очень крутая тема. Так что попробуйте понять ее. Я создал некоторую папочку config. Туда кинул page.config. Описал интерфейс. Создал токен. Вот он у меня есть. Теперь. Кстати этот токен может использоваться для внедрения всяких там массивов. Либо каких-нибудь простых типов. Строки, число и прочего. Продолжаем. Идем в наш модуль. И говорим. Мы хотим запровадить вот этот вот токен. Это вот та константа, которую я создал на прошлом слайде. Вот page.config. Мы его будем его провадить. А в качестве самого значения useValue. То есть вот тебе объектик со свойством title. Пожалуйста, бери и пользуйся. Мы можем конечно рискануть. Вот когда я вот так вот сделал. TypeScript нам никак не помогает. Не подсказывает то, что объект неправильный. Поэтому было бы логичнее хранить вот это вот value в отдельном файле. И сказать, что вот этот объект соответствует интерфейсу page.config. В этом примере я этого не написал. Однако можете проявить фантазию. В этом случае, в случае если бы мы поменяли интерфейс. TypeScript бы наругался. Сказал, смотри, в этой папочке лежит реализация этого интерфейса. И она не реализовала такое-то свойство. А в моем случае я передал его. И TypeScript не следит уже за этим значением. Что в принципе рискованно. На перспективу так делать нельзя. Обязательно где-то в другом месте его регистрируйте. И явно указывайте от какого типа данных была взята вот эта реализация. Тогда TypeScript будет вас защищать и помогать. Здорово. Конечно никто нас не защитит. Что вот этот вот токен может по какой-то причине начать имплементировать другой интерфейс. От этого защитить может быть другие механизмы. О которых я расскажу в следующих уроках. Так что продолжим. Теперь, чтобы его внедрить, нам надо воспользоваться такой вот хитрой конструкцией. Написать декоратор над параметром конструктора. Декоратор называется Inject. Inject, Inject. Не знаю, как надо посмотреть, как правильно произносится. И в него в круглые скобочки передаем наш токен. PageConfig. Вот этот токен. Объявляем наши свойства. И для нашего класса говорим, что вот сюда к нам придет PageConfig. Однако мы можем сюда написать любую абракадабра. Никто нам этого не запретит. Это два независимых куска. За внедрение зависимости отвечает уже вот этот вот декоратор. PageConfig за внедрение зависимости уже не отвечает. Тем более это интерфейс. А внедрять интерфейсы нельзя. Мы об этом с вами говорили. Итого, вот эта вот штука, вот этот декоратор внедрит на вот это вот место данные, которые как бы то ожидается получить из этого токена. А вот что придет, описано в провайдах. И я беру, пишу this title равно PageConfig title. И вот я вижу. Вот бы перерыв сейчас. Наверное, вы уже устали. Очень много информации. Все это сразу. Однако, наберитесь терпения. Мы уже прошли половину. И осталось совсем чуть-чуть. Однако, не менее веселые пункты. Надеюсь, с этим все понятно. Если не понятно, пересмотри еще раз. Используем фабрику. То есть, не всегда мы можем внедрять наш класс. Просто сказать, вот возьми мой класс и внедри его. Иногда нам нужно использовать фабрику. Сейчас поясню. Для этого примера мне понадобится больше, чем один сервис, чтобы красочно это все описать. Есть у меня некоторый сервис, называется User Service. Он очень простой. В нем я могу получить информацию о пользователе, которая будет равняться объекту, у которого есть два параметра. Имя и возраст. Имя Max. Возраст 30. Наверное, это 30 световых лет. Прочее, прочее. Не знаю. Этот сервис возвращает информацию о пользователе. Она может браться откуда угодно. Из хранилища. Ну, это не суть важна на текущий момент. Дальше мы создаем еще один сервис, называем сервис приветствия. И этот сервис, он не знает, нужно ли ему приветствовать нашего пользователя. Или ему нужно приветствовать кого-то другого, нашего администратора. К примеру, если пользователи и администраторы это разные объекты. Поэтому наш сервис очень простой. Он принимает к себе логгер, просто чтобы показать, что у него есть какие-то зависимости. И пользуется ею зависимостью, выводя какой-то текст. И вторым параметром принимает строку name. То есть он принимает просто строку. Но строку заинжектить как будто, ну, бессмысленно. Потому что строка одна, а вариантов ее может быть очень-очень много. Это тебе не какой-то там логгер сервис класс, который четко описан, четко лежит в своей папочке, в своем файлике. И все здорово. И тут есть некоторый такой getMessage, с помощью которого мы сможем понять, все ли тут работает хорошо. Пришел ли name, все ли будет хорошо работать. Давайте попробуем настроить этот класс. Вот этот вот greeting service. Обратите внимание, тут нету injectable. Оп, класснулась, да. Идем дальше. Мы берем, проводим наш user service. Напоминаю, это вот этот вот user service, который возвращает info. И говорим, что мы будем проводить greeting service, который не injectable, но мы его можем проводить. И говорим, мы будем использовать factory. Factory, которая принимает два параметра. Это логгер сервис и юзер сервис. Вот юзер сервис находится чуть-чуть выше. Логгер сервис, мы уже давно описали его, и там все понятно. И factory, это функция, которая принимает эти два параметра, должна вернуть новый instance greeting сервиса. То есть сервис, который будет нас приветствовать. И в него мы передаем уже логгер сервис первым параметрам. И вторым берем наш юзер сервис, извлекаем из него info. А из info достаем name. То есть вот таким вот образом мы решили запровадить name. То есть мы сами решили, откуда берется вот этот name. Но наша factory не может получить эти две зависимости. Для этого нам надо явно сказать, что мы ждем две зависимости в нашу factory. Зачем нам нужна factory? Factory выполняет динамическую инициализацию объектов. Всякий раз, когда мы будем просить эту зависимость, на момент, когда мы это попросим, отработает factory. И в этот момент вычислить состояние системы. То есть если у вас есть такие данные, которые могут меняться в реальном времени, а вам нужно, чтобы все ваши зависимости соответствовали прям вот этому моменту, к примеру, открытию pop-up, то вот factory это идеально. Например, вы хотите через форму передать какие-то параметры в сервис. И вот как раз в момент открытия pop-up вы могли бы эти данные извлекать с помощью factory. Подумайте над тем, какие бы варианты могли бы вам пригодиться и напишите в комментарии. И теперь внедряем это в компонент. Здесь подключаем наш сервис приветствия, выводим в консоль лог, greetings сервис, getMessage, и тут написано, что Max, спасибо, что еще смотришь видео. Откуда взялось слово Max? Из нашего юзер-сервиса, из метода info, property name, как видите. Откуда остальная строка взялась? Вот тут она, хардкодно написано. Спасибо, что еще смотришь видео. Поменяв эту строку, мы можем получить другой результат. Шестой пункт, продолжаем, не расслабляемся, еще два осталось, и все будет здорово. Нам нужно сделать то же самое, только в декораторе injectable. Здесь я указал provided in root, можно не указывать, что это provided in root, а проводить уже в том месте, где нам нужно. И мы можем прямо в этом injectable декораторе указывать все то, о чем мы уже с вами говорили. Вплоть даже вот эту factory. То есть мы используем старый сервис, который и был, и просто все настройки перенесли сюда. И вот эта конструкция будет работать аналогичным образом. Это another greeting service, который, грубо говоря, отнаследован от greeting service. Ожидают, что в зависимости от них придет логгер сервис и юзер сервис. И тут дописывают мистер. Ну, префикс такой. Надеюсь, меня феминистки простят. Вдруг там было бы имя миссис, а я тут мистер написал. Ну, и все такое. Это чисто для примера. Извините, если вдруг кого обидел. Так что, а я пока продолжу. Пока в комментариях мне уже пишут о том, что я не хороший человек. А я продолжу. Кстати, интересный факт. На моем канале смотрят в основном мужчины. Девушек очень мало. Хотя хотелось бы видеть больше. А в комментариях так вообще не найдешь девушек. Один комментарий на весь канал. Очень мало. Можем показать, что я не прав. И напишите в комментарии, кого больше узнаем. Итак, результат получился следующий. Мистер Макс. Спасибо, что еще смотришь видео. И выше был просто Макс. С той же строкой. Как это получилось? Просто подключил этот сервис. Как я вам уже рассказывал в прошлом видео, вот этот Injectable позволяет регистрировать себя же. То есть, вот этот сервис будет автоматически зарегистрирован с помощью этого декоратора. В тот момент, когда мы его подключили вот сюда. То есть, мы его просто заимпортили. Этот декоратор как бы то отработал, потому что инициализировался класс. Вот этот вот кусочек сразу же внедрил его. Зарегистрировал. Запровайден. И вот мы когда будем создавать наш объект, он уже будет сконфигурирован там. Так что, как видите, чуть-чуть упрощенная система. Имеет право на жизнь. Продолжаем. Седьмой пункт. Последний. Держитесь. Почти доделали. Можете поставить на паузу, попить чаю и возвращаться. Продолжаем. Я сделал дополнительный токен. Суть этого пункта. Это внедряем несколько значений. То есть, существуют случаи, когда модуль должен проводить свой объект, к примеру. Представьте себе роутинг. Каждый модуль хочет зарегистрировать свою любимую страничку. То есть, кто-то делает модуль блога, и он говорит, когда зайдем на ссылку блог, покажи мою страничку. Кто-то делает модуль мой аккаунт. Когда зайдем на ссылку мой аккаунт, покажи вот этот компонент. И вот это вот каждый модуль пытается внедрить свои параметры. Это все на самом деле реализуется через Multi-Injection. Я об этом поговорю в следующем видео более подробно. А в этом видео давайте рассмотрим простенький пример. Мне нужно получить массив строк. Я хочу получить все возможные имейлы админов. Имейлы админов, наверное, правильно так сказать. Я создал для этого токен, назвал его Admin Emails и отправляюсь в App-Module. В App-Module я регистрирую два имейла через запятушечку. То есть, вот такие два провайдера. И в каждом из них я пишу свойства Multi-True. Что говорит о том, что результат должен быть собран в массив. И вот я говорю, Admin Emails должен быть равен full gmail.com Admin Emails bar gmail.com Как видите, я протолкнул два значения с признаком Multi. Если вы сделаете один Multi, а второй нет, это будет ошибка. Вам компилятор скажет, что вы не правы. И попросит переделать. Если вы будете делать все без Multi, то, по идее, последний перетрет предыдущий. Имейте в виду. А я продолжаю. Внедряем. С помощью декоратора Inject. Inject, Inject. Токен мы знаем. Что внедрять токен нужно через вот этот декоратор. Передаю Admin Emails. Хочу получить его в свойство Admin Emails. И для себя это не обязательно. Указываю, что тип данных будет массив строк. Я могу тут написать все, что угодно. Однако мне придет массив строк. И мне с этим придется жить. Как бы тоже желательно соответствовать. Желательно тут писать то же самое, что писали при объявлении Injection Token. Вот эту вот часть надо писать. И вот я вывожу его в консоль лог. И как видите, в консоль лог они попали. Foo.gmail.com Bar.gmail.com Предлагаю вам это все протестировать. Набрать ручками. Вот эти все пункты. Это очень будет полезно. Вы сможете увидеть какие-то проблемы. Написать в комментарии, если у вас появились проблемы. Высказывайте свои идеи. Где вы бы могли это использовать. А я могу вам подтвердить, действительно ли это самый лучший вариант. Или существуют варианты поприятнее. И как вывод, давайте перечислим все, что здесь было сделано. Были рассмотрены провайдеры с признаком Use Class, Use Existing. Use Class это означает, будем создавать каждый раз новый инстанс при новой инъекции. Или при новом провайде. Use Existing это значит, если уже был такой создан, то второй раз возьмется из существующего. Use Value это значит, что мы можем передать просто любое значение. Причем оно не обязательно должно соответствовать. Однако по Solid принципам Барбара Лискова будет очень сильно плакать. Посмотрите мое видео про Solid принципы и поймите, что так делать нельзя. Не забывайте о Ко-вариантности и контр-вариантности. Вроде бы так. Надеюсь, не ошибся в этот момент. Второе, то есть еще один момент мы рассмотрели, как внедрять с помощью токена Page Config на примере этого токена. Дальше есть Use Factory, что является очень полезной штукой для динамических инъекций, то есть для провайда динамических данных. И попробовали сделать Use Factory в декораторе Injectable. Обратите внимание, что в Injectable можно провайдить все предыдущие варианты, вплоть даже Use Multi, по идее, можно тоже провайдить. И последний пункт, это как внедрять массивы данных. И когда любой модуль может что-то подсыпать к вам, например, в модуль. Вот этот вот Inject Multi требует еще дополнительного отдельного момента. Я, наверное, сниму полностью отдельный видеоурок, причем даже не в тематике Dependency Injection, а в тематике API и SPI. У меня есть видеоурок, где я описываю, что такое API и SPI. И вот этот вот Inject Multi позволяет грамотно внедрять SPI объектики в ваше ядро. То есть вы создаете ядро, говорите, я буду зависеть от вот этого вот массива объектов. Пожалуйста, проталкивай свои объекты. Как только ты их предоставишь, я буду их использовать в своем коде. Так что оставайся со мной на канале, следи за обновлениями. А я предлагаю на этом закончить и сказать, что хорошая работа, что смог бы смотреть это до конца. Пока!